Я думаю, когда прикасаешься к настоящему, невозможно не реагировать. Спасибо. Теперь Виктор Хеннер. Также, какие-то тоже в жизни бывают чудесные знакомства. Я приехала на инновационный форум в город Пермь, и я уже не помню, как Виктор обнаружился, но я точно помню, что был ночной клуб, точно помню, что были какие-то невероятные совершенно танцы с людьми, с которыми, наверное, если бы я просто встретилась в аудитории, потому что Виктор доктор, а я бы не встретилась в аудитории, потому что он доктор физико-математических наук, а я заканчивала философский факультет. Так что возможность и вероятность нашей встречи была, наверное, бы невелика. Вот, и потом следующая встреча с Виктором, значит, в самолете из... Нет, в одном самолете как мы могли оказаться? Нет, мы были в одном самолете. В общем, мы были в одном самолете, я засыпала и просыпалась, наблюдала периодически за Виктором. Да, это из Силиконовой долины летело. А Виктор все время сидел за газетой, потому что он не может спать в самолетах. Вот, и в этот раз точно таким же чудесным образом где-то вообще в голове за неделю до события мы перебирали мои визитки, и я говорю, о, нам точно не хватает Виктора. Пермь, Пермский государственный университет, доктор физико-математических наук Виктор Хеннер, и плюс почти половину года Виктор проводит в Соединенных Штатах Америки, работает в университете Луисвилля в штате Кентукки. Да, повезу ты, повезу. После чудной девушки мне выступать сразу же. И, кроме того, я, наверное, единственный физик здесь в аудитории. Или кто-то еще есть? А, ну ладно, ну хотя бы два человека, я буду смотреть на вас. Я вас постараюсь не замучить. Я сразу же, вот сейчас буквально экспромтом, я решил сменить начало выступления, потому что невозможно было начинать прямо с того, что мне девушки насоветовали. Я все же должен объясниться, во-первых, название «Почему вдруг физик?» Все же проверено опытом, что за последние три века наиболее успешная наука, наибольший вклад в историю цивилизации все же внесла физика. Вы можете в это не верить, вам кажется, что ты подумаешь, я нажал кнопку, что-то у телефона звонил другой, но если я сейчас спрошу, что при этом происходит, никто даже, наверное, в голову никому не приходил описать этот процесс. И я несколько простеньких примеров приведу, что действительно необычного стоит за некоторыми тривиальными вещами. Но все же, чтобы сказать, почему физика так важна и интересна, потому что 95% людей скажут, ну, чепуха, мало ли, что он сейчас говорит. Я половину времени провожу в Америке, половину года читаю лекции там, половину в России, где-то примерно студентов 200 выпускаю там, ну, в год у студентов 200 тот. И я могу сказать, что наиболее успешные в карьерном отношении люди в Америке, заканчивающие университеты, кроме медиков, естественно, кроме медиков, особенно кроме микрохирургов, но и нейрохирургов, это физики. Американский институт физики каждый год выпускает таблички, которые показывают карьерный рост людей разных специальностей, идут химики, математики, все что угодно, юристы, физики в том числе. И после окончания физики где-то идут, начиная зарплату на 10 месте, через 5 лет они подбираются на второе и третье место, через 10 лет чисто на первом месте, не считая медиков. Причем, конечно, большинство выпускников физфака физикой вовсе не занимаются. Они уходят в разные направления, это просто показывает, насколько у людей тренинг потрясающий, насколько они гибкие, насколько они востребованы. И вот эта вот традиция, 300-летняя преподавание физики, подготовка людей к чему угодно, она совершенно уникальна, этого нигде нет. Ну и приятно просто работать на физфаке и быть студентом физиком, потому что, по-моему, это наиболее безответственные люди. Опять это сравнивается с факультетами другими, с химфаком, с биофаком, тот же медикал, у меня дочка закончила медикал-школ в Штатах. Там строк протокол, ты к себе не принадлежишь, ты знаешь, что обязан делать. На физфаке полная свобода, полный оппортунизм. Ты можешь сейчас заниматься тем, что тебе больше нравится, и это приветствуется, и это приводит к формированию совершенно определенной атмосферы на этих факультетах, среди этих людей. Ну вот давайте я вам… Почему это так? Вот мощный тренинг и открытый взгляд на мир. Вот каким-то образом большинство, ну не большинство, если у человека есть свежий взгляд на вещи и классная, классная, мощная, тяжелая подготовка 5-7 лет, человек становится настоящим физиком. Давайте вот что вас развлечь, я покажу вот свою задачу. Одну задачку. Я вам дам, простите, задачку. Попробуйте подумать, как ее решить. Вот опять изображение очень неважное. Маленький камень и большой камень. Представьте себе солнечные, пребывающие дни весной в горах высоко. Снег еще не растаял, но начинает таять. И вот вы можете увидеть, это действительно так, что под маленькими камнями в течение нескольких недель, когда весна идет, ночи, я сейчас все слова скажу, ночи холодные, дни теплые, солнца, ветра нет. То есть фактор метели мы не рассматриваем. Под маленькими камнями образуются уночки, они как бы утапливаются. А большие камни, наоборот, как бы, они на холме. Снег здесь рядом тает, а под камнем он тает меньше. И вот есть ли у вас какие-то соображения, почему это происходит? Я не буду ждать от вас ответ немедленно, не пытайтесь угадывать, потому что я вообще-то слово ненавижу. В американских университетах студентов тренируют, говорят, гесс. Я говорю, догадайся, догадайся. Это на самом деле глупость, потому что это требует раздумий. У меня, примерно, заняло минут 15, сообразить, что происходит. Это любой человек, человек, который быстрее меня может сообразить мгновенно. Например, Шерлок Холмс, я уверен, 5, 10, 15 секунд он бы сказал, что происходит. Вот на самом деле, картинки я видел. Я на Памире работал с геологами в июле и на вершинах, там, где мы ходили, работали. Снег лежит, и маленькие камушки действительно немножко притоплены. А большие камушки, они каким-то образом на сугробе сверху лежат. В общем, любой из вас, когда отсюда уйдет, попытайтесь сейчас об этом не думать, потому что вы потом не будете слушать то, что я рассказываю дальше. Да, дома. Да, да, да. Не в коем случае. Знаешь, как история. Я прохожу на серединок, когда он говорил, что ни в коем случае нельзя. Старая история. Вот. Но я думаю, минут через 15, многие из вас сообразят, что происходит. Но второй вопрос, чисто физически, это задача олимпиадная, на самом деле, по физике, оценить характерный размер камня, такой, при которых... Что такое маленький камень, что такое большой камень? Это 10 сантиметров или 20 сантиметров, или 30 сантиметров. То есть характерный размер камня, маленького камня, и характерный размер большого камня. Где происходит эта граница? При каком размере камней? Какие-то остаются наверху, а какие-то внизу. Вот. А я вам скажу, что после того, как вы это сообразите, если сообразите, дальше, если ты хорошо тренированный физик, если тебя мучили всю жизнь, дальше ты уже начинаешь понимать, что нужно делать. Дальше есть такое уравнение типопроводности. Я не помню, конечно, как оно решается, но я примерно представляю структуру, что при периодическом воздействии на какой-то предмет, что происходит, и решение я напишу на бумаге буквально за 5 минут, не точное, а примерное качественное решение, я сделаю оценку. Вот я это сделаю, где-то размер камня 10 сантиметров, при камнях больше, чем 10 сантиметров внизу, меньше, чем 10 сантиметров внизу. Вот интересно, вот это физика, да? Если у тебя взгляд не замылен, ты, во-первых, поймешь, а во-вторых, у тебя есть инструментарий, чтобы, перебирая разные варианты, этим воспользоваться. Мне это интересно, не знаю, как вам. Ну вот, наверное, самый поразительный эксперимент, название проверено опытом, самый известный проверенный опытом эксперимент, это, конечно, если у вас маленькая щелочка в ставне, свет падает, солнечный день, свет проходит через ставень, вы сидите в темной, затемненной комнате, и на стеночке радуга. Все это видели тысячи раз. Или на стенке радуга, или на полу радуга. А вот скажите, кто из вас пытался задать вопрос, откуда это? Почему радуга? Что это такое? Ну вот на небе радуга, ясно, что как бы нам не у полу задавать, потому что это Божие создания. По той радуге, наверное, ангелы ходят. Я подальше лучше под это встаю. Но на полу-то почему? Можете ответить? Так вот, тысячи людей, миллионы людей видели эту радугу. Эти люди жили, например, в древней Греции, где мыслители были калибра нечета последующим. Ну, никто не задавался этим вопросом. А первый человек, кто задавался таким вопросом, знаете, кто это был? Ньютон. Для меня он этим больше знаменит, чем эта история легенда с Яблоком. А он понял, что белый свет, на самом деле, который идет от Солнца, он расслагается в спектр, и там разные есть цвета. А потом, я просто жалею, что это не я, что не мне первым в голову пришла мысль. А потом, как физик, а вопросы какие дальше нужно задавать? А чем красные отличаются от зеленого? Ну, давайте, вот как по этому? Малоцетки. А как длину волны измерить? А энергию какую несет? Большую? Тот или другой? А скорости у них одинаковые или разные? Может ли один опередить другой? То есть, целая цепочка, из-за которой человек, у которого есть воображение, есть открытый взгляд на мир, у которого есть какие-то знания математики, он может сесть и начерно за неделю набросать оптику. Ну, не современную, но классическую оптику. Так ведь? Вот видели миллионы людей, но один человек задал этот вопрос. Так ведь? Вот. Кстати, тоже самая история, когда он... Яблоко падало, это, конечно, все легенда, но ему ведь для того, чтобы эти задачи с вращением планет вокруг Солнца, ему нужно было создать дифференциальное исчисление. И вот тоже вот буквально за год человек вот это, как Пушкин, болден. Он все сделал буквально за 3-4 года. И оптику, причем оптику и корпускулярную, и волновую, и теорию тяготения, и дифференциальное исчисление. Ну, а потом начал заниматься какой-то чепухой, потом он ушел в теологию, ну, на самом деле, с нашей точки зрения, чепухой. Но человек абсолютно не был... Вот как сейчас, я только буквально 2 года назад слышал слово, как обзывают ученых в России, как говорят? А, ботаники, да? Ну, вот я просто... Я даже удивляюсь. Я вот вижу мое окружение на физфаках и в Америке, и здесь. Кому пришел голод? Тот же Ньютон, он же был чрезвычайно успешный, ну, если не финансист, но он управлял монетным двором Англии. Очень долго, да? То есть он монетарную систему Англии, которая лежала в руинах, он ее просто поднял на ноги, он ее вылечил. А, кстати, насчет, раз скачу мысль, да, раз с ним насчет ботаника, вот у меня на физфаке, там, в Уисфиле, но в этом университете я работаю еще в нескольких, в этом у меня как бы постоянная работа. У меня двое преподавателей и четверо студентов имеют лицензию пилотов, да? Вот я, глядя на них, тоже взял несколько уроков, и тоже, я надеюсь, если мои родные не очень будут меживаться, я тоже надеюсь получить пилотскую лицензию. То есть... Нет, то есть люди настолько, настолько непохожие вот на этих вот растений, которые пишут одни формулы, это удивительно, откуда вот эта дразнилка, откуда она пришла. Ну и кроме того, как я уже сказал, об успешности карьер, то есть молодые люди, где-то очень быстро они начинают понимать, что вот у меня с теорией дела не важны, и я не хочу всю жизнь сидеть в лабораториях, пойду-ка я в компьютер-сайенс. И они принимают очень жесткие, правильные решения, и вот я не знаю ни одного физика, кто был безработным, я не знаю ни одного, кто бы... у кого какие-то были бы проблемы с работой, в отличие, например, от гуманитариев, которых я бы, наоборот, бы дразнил, если бы это можно было ботаниками, хотя это глупость, конечно, у них просто другие мозги, они славны другим, правильно? Вот, я не знаю еще... Вот это, значит, вы порешаете, вы мне обещаете. Я оставлю свой e-mail, и вы мне можете написать решение этой задачи хотя бы качественное. Опять посмотрим, а вы себя проверьте, как вот быстро вы сможете сообразить, что произошло. Вот еще одну картинку. Есть время, да? Несколько минут у меня, да? Как бы я хочу аромат физики, дух физики. Ага, хорошо, да? Ну вот смотрите, это стоит пулемет на турере. Пулемет может хаотически вращаться и поливают пулями перегородку, в которой есть два отверстия. То есть только те пули, которые пролетают через это отверстие, они потом попадают на экран. А экран это просто маленькие мешочки с песком. И потом, когда этот пулемет расстреляет, например, тысячу пуль, мы посчитаем, сколько в каждой мешочке пуль, и, конечно, обнаружится, что только вот эти направления, более-менее пули вот сюда попадут, но, естественно, они не попадут ни в одну точку, потому что есть какой-то разброс, отражение тугов. Большая часть мешочков с пулями будет так. Ясно ли, да? И большая часть мешочков с пулями будет вот так. То есть когда частицы, говорят, рассеиваются на препятствия, на диафрагме, вот будет такая картиночка с двумя оками максимума. Все ясно, да? А теперь вот представьте, вот у нас уже не пулемет, а бассейн с водой. И я шлепаю рукой по поверхности воды, и от моей руки распространяется волна. И точно так же волна доходит до этого экранчика. Здесь две прорези. И что будет? Любой это может ванной сделать. За этим экранчиком вот пошла волна, достигаю этого места, и за этим экранчиком стала распространяться своя волна. Ясно, да? За этим экранчиком стала распространяться своя волна. И вот они вот, когда доходят до экрана, они доходят независимо, потому что в какой-то области эти две волны начинают друг с дружкой, говорят интерферировать, они взаимодействуют. И картинка будет совсем другая. Будет вот максимум здесь, то есть, что значит максимум? Если я кусочек бумажки положу, эта бумажка будет ходить вверх-вниз по воде с самой большой амплитудой. Будут какие-то точки, где бумажки почти не будут шевелиться вверх-вниз. И картинка вот такая. Будет максимумов не два, а будет их довольно много. Причем максимум бывающий по величине. Здесь самое большое волнение, здесь волнение поменьше, а здесь его вообще нет. Ясно. Любой это. Любой может проверить. Так вот спрашивается, а если у вас теперь есть маленькие частицы, как электроны или протоны, элементарные частицы, и вы будете с ними проводить такой опыт, так что вы увидите на экране? Вот то есть это источник электронов, например, горячая нить, которая от лампочки просто, которая электроны испускает. Что будет? Вот эта картинка или эта картинка? Вот какая? А вверх вторая будет, да? Правильно, конечно будет вторая. А теперь смотрите, а как вторая? Что-то вы так легко меня руку подняли, пытаетесь, по-моему, меня обмануть. Здесь-то почему вот так происходит? Потому что часть волны прошла через это отверстие, часть через это. А электрон, вас же учат в школе, что электрон неделимая частица, так ведь? На самом деле неделимая. Как это может пройти через оба отверстия? Нижняя. Поэтому сто процентов должно быть верхняя. То, что вы сказали, нижняя, может просто из духа противоречия, чтобы меня позлить, да? Или что? Так вот, на самом деле будет нижняя. Но опять, электрон не может разорваться на куски. Правильно? Потому что ползаряд электрона не бывает. Так вот, что происходит? И вот когда сделали опыт, сначала это был умозрительный опыт. Сначала Бор придумал эту штуку. Он сказал, должно быть так. Смеялись над ним, говорили этого быть не может ни за что. Когда сделали опыт, получилось именно так. Вот это что такое физика. Теперь, а вот те, кто говорили, что будет нижняя картинка, аргументы-то ведь, наверное, все же какие-то есть. Слышали слова? Сейчас я вас просто скажу решение. Электронный микроскоп. Слышали слова. Так вот, в электронном микроскопе, конечно, происходит именно вот это. Электронный микроскоп, падая, например, на кристалл, он вот выдает такие максимум и минимумы. По ним мы судим о кристаллической решетке или мы судим о структуре. Ну, конечно, не нашего тела, потому что электронным микроскопом наши тела не исследуют, мы металлы обследуем. Так что происходит через электрон? И ответ такой. Он действительно проходит только через одно отверстие. Он не делится. Но проходит он случайным образом. Он может в одном эксперименте пройти через это отверстие, в другом эксперименте через это отверстие. И он и таким образом интерферирует сам с собой, потому что его тащит некоторая волна, нереальная математическая волна, называется волновая функция, которая мне дает вероятности того, через какое отверстие он проходит. Опять, наше воображение здесь может чем-то помочь, в отличие от опыта с камнем. С камнем напряжешься и поймешь. Здесь ответ такой. Даже не пытайся думать. Выключай свое воображение. Правильно изобретенные уравнения. Шейдинг когда-то придумал это уравнение. Решай уравнение. Это уравнение, кстати, для волновой функции в четырехмерном пространстве, поэтому представить действительно невозможно. Получай цифры и находи вероятность прохождения через то или другое отверстие. А эта вероятность, можно показать, даст именно нижнюю картинку. Вот так устроена физика, да? Ну и чтобы еще что-то... Полсекунды. Так вопрос, электрон все же, может быть, он может... Все электроны одинаковые или разные заряды у них? Вот как вот со школы знаем. У всех электронов одинаковые или нет? Вот. Разные или одинаковые? У всех электронов, сто электронов. У всех одинаковые заряды. Мы люди все немножко разные. У нас кто-то 70 килограмм, кто-то 50 килограмм. Может, если подальше отойти, мы просто электроны не видим вблизи. Подойди поближе, может быть, у них тоже немножечко разные массы и заряды. Совершенно кажется, идиотский вопрос. Помню, я разозлила одна студентка на экзамене, когда ее сказал. Надеюсь, простенькая задачка, очень условно посчитать взаимодействие между двумя электронами, написал на доске массу одного электрона, заряд другого электрона, гравитационное взаимодействие электрическое. Она после теста в Америке подошла ко мне, как фурия разъеренная, сказала, что вы специально сделали задачу более сложной, чтобы мы не могли догадаться, вы не написали заряд второго электрона. Но я от злости чуть-чуть не провалился, но я встречался с знаменитым Яковом Борисовичем Зельдовичем, четырежний герой труда, который построил атомную бомбу. И он, я читал воспоминания о нем, он считал, что он в науке почти ничего не сделал. Это для меня совершенно потрясающая вещь. Я более умного человека, вот с которым я разговаривал, книги, которые читал, я никогда не видел. Он был уверен, что вот, может, все, что я рассказывал, звучит как фасовство, а наоборот, фланка настолько высокая, что люди, комплекса неполностранности, конечно, нет, но неуверенность в своих силах есть у любого. И он в конце жизни пытался эксперименты поставить, в которых можно было бы ответить на вопрос, заряды электронов одинаковые и разные, потому что знаменитые эксперименты по определению заряда электрона, они были очень грязными. Он считал, что есть малюсенький шанс установить, так это или нет. И вот человек, который писал эти воспоминания, он говорит, что Зельдович, когда утром ко мне пришел, рано утром, когда последний день он обсчитывал на компьютере, ну, статистику просто, да или нет, удастся ли обнаружить, что заряды немножко разные. И он сидел, ждал и сказал, ну, вот знаете, я вот на протяжении своей жизни ничего толкового это не сделал, если бы вот сейчас мы обнаружили, что есть статистически достоверное различие в зарядах электронов, то вот это было бы единственное, что в жизни бы я сделал. Совершенно об этом не верится. Но оказалось, что усилия были напрасны, заряды у всех электронов одинаковые. Но вот разница в вопросе. Вопрос гениального человека, заряды у электронов одинаковые или разные. Но и вопрос идиота. Одинаковые заряды или разные электроны. Вроде бы один и тот же вопрос, но один вопрос как бы открывает наши глаза, одним человеком заданным, а другой, наоборот, гасит и заставляет просто закрыть вообще тему исследований. Ну, если я вам развеселил чуть-чуть, спасибо. 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 Спасибо.